МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудия пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Лето, каникулы, всеобщий отдых у школьников. Ну а у нас на «Эрудии пятерки» кипит бескомпромиссная борьба. У нас в нашей уникальной телевизионной игре, лично командной, кипят нешуточные страсти, потому что у нас идут отборочные игры для предфинальных матчей. И мы ищем звезд самых лучших, самых ярких, самых знающих игроков, не самых серьезных. Ребята, можно улыбаться. Но именно с такими качествами логичных, эрудированных, быстрых, даже нахальных местами, и верящих в свою звезду, в свою удачу. Вот таких мы и ищем. Сегодня мы выявим еще одну или две, а может быть, больше звездочек для наших предфинальных игр. Итак, «Эрудия пятерка» мы начинаем слева от меня, в красных шарфах. Серьезные-серьезные. Доуморительности серьезные. Команда 61-й школы, капитан Варвара Пологеенко. С этими замечательными детьми, не только с ними, вообще в 61-й школе работает давным-давно Александр Иванович Вороненко. Спасибо им. Справа в меня команда Лизы Головни из 11-й школы. Вот такие. Вот они уже умеют улыбаться. Умеют ли они играть, мы посмотрим. А вот с ними давным-давно их духовно окормляет и интеллектуально поддерживает Дмитрий Михайлович Спектр, который, кстати, в далеком 93-м году стал первым чемпионом Беларуси среди школьников по что, где, когда. А сейчас он уважаемый человек, тренер, нашедшийся в жизни. Итак, внимание, будем искать себя в жизни, будем пробиваться к нашему золотому звездному Олимпу, к нашим предфинальным красивым играм. Итак, внимание, 61-я школа против 11-й, красная против синих. Начнем с блеф игры. Варвара, кто у вас настолько большой интуист или нахал, что готов сыграть нашу Донетку? Идет Таисия. А Лиза у вас? А у нас идет Артем. Итак, Таисия против Артема, вперед! Я могу говорить правду, могу бессовестно врать, вам нужно либо поймать меня на вранье, либо согласиться с моей непререкаемой правдой, только тогда вы получите 5 очков. Начнем. Верите ли вы, что собака – это первое из животных, которое приручил человек? Артем? Да. Да, конечно, собаку приручили первой. Верите ли вы, что в Индии белый, как у вас маечка, считается траурным цветом? Прошу. Да. Да, белый в Индии траурный, браво! Таисия, я верю в вас. Верите ли вы, что Пушкин был убит на дуэли? Тася? Да. Таисенька, вот не верьте никому, кто вам это скажет, Пушкин на дуэли был смертельно ранен, он умер спустя несколько дней. Так что, извините, Таисия, теперь вы это знаете. Верите ли вы, что море дождей находится в Тихом океане? Тася? Да. Вы можете туда слетать. Море дождей – это на Луне. Когда вы лет через 30 приземлитесь в одном из кратеров море дождей, скажите, а Климой же мне говорил, что это на Луне. Запомните это. И последний образ. Овод. Овод очень больно кусается. Да. Дело в том, что у взрослых оводов нет даже ротового кусательного отверстия. Это и кличинки так зверски поедают нас и животных. Итак, после этой первой игры у нас 10-0 в пользу синих. Начинаем дуэль игру. Итак, поехали. Дуэль игра. 5 тем, 5 боев, 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя возьмет. Варя, вам как младшим, я еще 5 секунд дам. Обсуждайте. Итак, внимание. Первый бой – великий и могучий. Тема о русском языке. Второй бой – все живое, биология, ботаника и так далее. По карте мира – географическая тема третьего боя. Четвертый бой – точные науки. И пятый бой – свят, свят, свят. Вот такая тема, сами увидите. Итак, у вас 5 секунд, у вас 10. Поехали, решаем. Закончили обсуждение. Великий и могучий. Кто у вас знаток русского языка? Идет Диана. Диана, великолепно. Елизавета, у вас? У нас это Рита. Итак, Диана против Риты. Вперед. Великий и могучий. Поехали. Ехали медведи на велосипеде. Где в этом предложении сказуемое? Ехали. Ехали, конечно. Пять очков. Диана, вот вы уже не зря приехали. Поехали. Существительные могут быть нарицательными, а могут быть какими? Ну вот, ведущие – это нарицательные. А Леонид Лимович – это собственные. Привет, учили вам русского языка. Поздно, Диана. Играем. Я бы победил, если бы больше знал. Это какое наклонение? Условные. Отличный ответ. Играем. В русской пунктуации применяются выделяющие знаки. Две запятые, два тире, скобки, а еще какие? Прошу. Кавычки. Кавычки. Отлично. Парный выделяющий знак. Прекрасно. Более лучше – это какая степень сравнения? Сравнительная или превосходная? Диана, у вас фальстарт. Затем очень строго следит наш электронный судья. Прошу вас. Такой нет. Нет такой. Более лучше – это не по-русски. Это грубейшее нарушение правил русского языка. Вы абсолютно правы. Пять очков заслужили. И так после Великого Мамучева 25-5. Старшие пока ведут, но игра ведь только началась. Следующий бой. Все живое. Варвара, кто готов? Идет Таисия. Таисия. То есть это ваш второй и последний выход. Больше у нас к стойке, чем два раза не ходят. А Лиза у вас? Егор. Таисия против Егора. Вперед! В них запрещена всякая хозяйственная деятельность. Охота, рубка деревьев, даже сбор ягод и грибов. Заповедники. Блестящий ответ. При фотосинтезе глюкоза образуется из углекислого газа и этой жидкости. Прошу. Это вода. Блестящий. Отлично. Челюсти птиц лишены их и образуют клюв. Они это? Это зубы. Зубов у птиц нет. Отлично. И Таисия нагоняет лидера. В таком состоянии бактерия не дышит и не питается, но все-таки жизнеспособна. Деление. Нет, вот деление, это когда она уже проснется, опа, еда есть, я начинаю делиться. Играем. Нет. На самом деле это состояние называется спора. Теперь вы это знаете. Играем. Словарь Брогауза и Фрона сообщает, вылет этих жуков происходит в апреле-майе. Майские. Майские жуки. Отлично. Все логично. Сейчас в студии будет бешено аплодировать Таисии, которая сравняла счет. 25-25. Отлично. Следующий бой у нас. Как жаль, как жаль, что Тася больше не выйдет к этой игровой стойке. Но для команды она сделала уже много. Ну что ж, поддержим Таисию. Варвара, кто следующий? По карте мира. Сейчас выхожу я. Отлично. По карте мира путешествуем с Варварой. Лиза, а у вас? Никита. Итак, путешествуем с Варварой и Никитой. Вперед по карте мира. Туннель. Внимание. Туннель под проливом Ла-Манш соединяет Францию и... Прошу. Великобританию. Отлично. Я уже принял Англию. Какая раса в данный момент многочисленнее? Европеоиды или... Мангалоиды? Прошу. Европеоиды. Да, европеоидов больше. Хоть китайцев там миллиард, но все-таки европеоидов больше. Вы правы. Отлично. Счет по-прежнему равный. Играем. Пролив Дрейка разделяет Южную Америку и... Прошу. Антарктиду. Отличный ответ. Тушканчик, черепаха, верблюд. Жители этого природного комплекса. Прошу. Пустыня. Именно в пустыне они живут. Браво. И заканчиваем. Заканчиваем. Мореплаватели именно этой страны открыли шестой континент. Антарктиду. Испания. У соперника есть шанс. Российская империя. Российская империя. Да, именно. Шлюпы Востоки мирные обнаружили этот континент. Итак, равная игра идет. Шестиклассники против семиклассников. Чуть-чуть впереди старшие. 40-35. Следующий бой. Россия! Россия! Точные науки пора у нас заняться точными науками, математикой, физикой и так далее, и так далее, и так далее. Кто силен у вас, Варвара? Силен Андрей. Заметно, да. Андрей, готовьтесь. А Елизавета ваша? Артем. Андрей против Артема. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Так называется направленное движение заряженных частиц электронов или иодов. А вот сейчас ваша рука совсем близка к этому направленному движению. Это направленное движение, смотрите. Я нажимаю кнопку, и начинается это направленное движение. Это электрический ток. Все очень просто. Элементарно даже. Испарение повышает температуру жидкости или понижает? Прошу. Повышает. Повышает. У вас шанс? Понижает. Понижает. Вот, да, вот было два варианта. На самом деле, испарение понижает температуру жидкости, и испарители, которые, кстати, используются на промышленные предприятия, как раз делаются именно для того, чтобы температура понижалась. Играем. Представьте себе, грузчик поднял поддон с кирпичами на уровень груди. Чья энергия увеличилась? Ну, два варианта. Ну? Кирпичи. Кирпичи, конечно же. Он поднял кирпичи, у них возросла потенциальная энергия. Способ измерения этой силы. Нужно дважды измерить вес тела в разных сетах, например, в воздухе и в воде, и вычислить его изменения. Что за сила? Да. Гидравлическая. Гидравлическая сила? Спасибо. Спасибо, Господь, не слышал про такое никогда. Ну? Что за сила такая? Тело погруженное в жидкость, помните этот закон, от Архимедова сила. Теперь вы это знаете, вспомнил, вспомнил, вспомнил. Конечно, но уже поздно. И заканчиваем. Энергия ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. Она лишь переходит из одного вида в другой. Или от одного тела к другому. Это закон? Какой? Энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Зал хором. Закон? Сохранение энергии. Зал всегда лучше всех знает. Закон сохранения энергии, конечно же. А вот сохранился ли у нас счет? Счет сохранился. Разрыв 5 очков. 45-40. Старшие впереди. Следующий бой. Свят, 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 свят. Вот такая у нас сложная тема. Варвара, кто у нас не боится разных там привидений и русалок? Выходит, Роман. Роман. Серьезный парень. Почти хама брутку Гоголя. Лиза. Пойду я. Отлично. Роман против Лизы. Вперед. Если в английском доме водится привидение, то с ценой на недвижимость... Спасибо, Лиза. У вас фальстарт. То с ценой на недвижимость происходит это... Будешь жать? Не будешь жать? Лиза, что вы хотели ответить? Понижается. Понижается. Наоборот. Если в замке есть привидение, то же дороже можно сорвать. Ни у кого нет, у тебя есть. Свят, свят, свят. Все, играем. Его или ее украл черт в сказочной повести Гоголя. Да. Это луна. Луна или месяц? Отлично. Луна. Столько крыльев у Серафима. Да. Четыре. Четыре. Хорошо. Лиза, ваш вариант? Предположим, два. Два. Вот если сложить то, что сказал Рома и то, что сказала Лиза, пользуется правильный ответ. Помните у Пушкина? Духовная жаждаю томим. В пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Играем. Цифра 4 у японцев является аналогом этого числа у европейцев. 13. 13, конечно. Четверка – это у них несчастливое число, число смерти. Играем. Эта горькая трава считалась хорошим оберегом от русалок. Да. Это полынь. Да, натерешься полынь или возьмешь с собой листья полыни, купаясь, никогда не защекочут эти вредные мерзкие русалки. И вот у нас Роман, который у нас прекрасно разбирается в русалках и повестях Гуголя в вечерах на худре близ Диканьки, вывел команду вперед 55-45. Наши, впереди играем. Следующий бой. Тест игра. Наше скоростное централизованное тестирование. Вопрос, три варианта. Простор для ответов. Только не ставим галочку, а нажимаем кнопку и говорим. Варвара, у нас историческая тест игра. Историк есть в команде? Да, есть. Это Роман. Это Роман. То есть Роман у нас дважды сейчас припечатает и отвалится. Хорошо? Лиза? Егор. Егор. Роман против Егора. Вперед! Итак, историческая тема. Останки древнего человека Австралопитека были обнаружены. А в Африке, Б в Азии и С в Австралии. Да? В Австралии. В Австралии. Это неправильный ответ. Объясню почему, прошу. В Африке. В Африке. А в Австралус тут не австралийский. Австралия – это южная страна. В Южной Африке был найден этот Австралопитек. И так, собственно, и назван. Браво! Пять очков на ладоборе. Египетские школы готовили. А – жрецов. Б – песцов. И С – бойцов. Прошу. Б. Б – песцов. Да, низшие египетские школы готовили песцов, умеющий писать и читать чек в Египте. Это незаменимый человек. Он мог вырасти до чиновника и даже до жреца. Отлично. Ответ плюс 10. Егор зажег. Конфуций – это мудрец. А – из древней Месопотамии. Б – из древней Индии. И С – из древнего Китая. Прошу. С – из древнего Китая. Да, и он говорил, за добро нужно платить добром, а за зло – по справедливости. Мудрый был человек. По справедливости 10 очков с налета с поворота. Отлично. В судьбоносной битве при Соломине участвовали А – армии, Б – флоты и С – ополчения. Прошу. Флоты. Флоты, да, это битва. Греков с персами. Были флоты. Рубились. И заканчиваем. Пунические войны стали средствием экономической борьбы Рима и А – Греции, Б – Крита и С – Карфагена. Фальстарт. Фальстарт у вас, Егор, очень строг наш электронный судья, но справедлив. С – Карфагена. Карфагена. Пуны – это карфагеняне. Великолепный ответ. Игра не на подборе после фальстарта. И получает полновесные 10 очков. 75-70 младшие пришли, а первая школа рулит. Итак, внимание, наша слайд-игра, наша простая азбука. Ну, младшие играют, шестые и седьмые классы, категория «Дети» в интеллектуальных играх. Но мы их не будем так обижать, все-таки состоявшиеся, практически взрослые игроки. Итак, наша простая азбука, наша слайд-игра. Варвара, кто готов читать картинки у вас? Готов, Диана. Диана. А у Елизаветы кто готов? Рита. Итак, Диана против Маргариты. Вперед! Ничего жать не надо, мы начинаем с выигрывающей стороны. Дианочка, ваша очередь. Правильный ответ – 15, игра на подборе 10. По очереди будем называть. Итак, начнем. Аврора. Аврора, именно его выстрелом. Начали Великую Октябрьскую, да. Настя, тебе хлопали. Хорошо. Бадминтон. Бадминтон, да, две ракетки и валанчики. Все просто. Играем, Диана, с вами. Василек. Ну, Василек, в общем-то, синий, не такой немножко. Рита. Нет? Поздно. Прийти домой и попросите у мамы щепотку ванили. Это род орхидеи. Вот именно из таких цветов делают замечательный запах. Кстати, если им помазаться, то мошка на вас никогда не сядет. Она будет искать пироги, а вас не будет. Итак, поехали. Рита с вами. ГАЗ. ГАЗ, конечно, все просто. Диана. Нужно назвать имя. Достоевский. Достоевский. Да, красавец был. Д'Артаньян. Д'Артаньян? Да, это Д'Артаньян, это памятник литературного героя Д'Артаньяну. Диана великолепно играет. Диана, прошу вас дальше. Тишина в зале. Нет? Может, Диана назовет эту букву? Так вот, эта буква, которую писали на конце в старину, она ничего не значила. Она называлась ЕР. Вот теперь вы это знаете. Диана, играем с вами. Прошу. Жир. Жир, конечно же, ну, все правильно. Играем с вами. Закат. Закат, прекрасно. Хорошо. Прошу. Иероглиф. Иероглиф, конечно. Рита, прошу вас. Горы. Килиманджаро. Диана, прошу вас. Кардильеры. Кардильеры. Нет, кардильеры – целая цепь. Ребеночки, а заметьте вот такой храм, очень своеобразной архитектуры. Кавказ. Кавказ. Кавказ ближе. Что же вас тянет-то в дальние страны? Все проще, все ближе. Итак, Маргарита сыграла блестяще, ввела свою команду вперед. 125-120. Но что означает разрыв 5 очков перед риск-игрой, где каждый ответ может принести или отобрать у вас целых 20 очков? Игра абсолютно равная. Не зря этими командами руководят друзья-соперники, которые иногда вместе создают просто блестящие коллективы. Просто блестящие команды. Итак, риск-игра. Поехали. Итак, внимание. Риск-игра. Варвара, на себя берете? Да. Хорошо. Лиза. Капитанская игра. Капитанская игра. Традиционно вперед! Капитанская игра. Риск-игра. Правильная игра. Плюс 20, неправильный, минус 20. Начнем. Внимание. Великий и могучий. Уважаемые игроки, я восхищаюсь вами. А что в этом предложении отделено запятой? Как это называется? Да. Обращение. Уважаемые игроки, завидая, я восхищаюсь вами. Варвара, я восхищаюсь вами. 140, 125. Играем. Все живое. У птиц два типа полета. Машущий и этот. Парящий. Парящий, конечно же. 140, 145. Играем. По карте мира. Этот цветок дает представление о повторяемости ветров различных направлений. Это роза. Роза чего? Ветров. Роза ветров, конечно же. Я просто уточнил, понятно, что роза и речь о ветрах, конечно же. И снова вы впереди. 160, 145. Точные науки. Чем отличается температура плавления от температуры кристаллизации? Дело в том, что она ничем не отличается. Плавление – это когда температура идет вверх на точке плавления, а кристаллизация – это когда идет вниз, и вот на этой точке либо начинает плавиться вещество, либо начинает кристаллизоваться. Вот и все. И решающий вопрос. Свят, 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 свят. Туда, как гласит русская народная мудрость, со своим уставом не ходят. Монастырь. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Победа! Все тайны, что, где, когда. Вот кому она сейчас достанется? Ну, по определению лучшего игрока на сборную мы выбираем среди победившей команды. Вот, честно говоря, я бы всех позвал, но вот не резиновая наша предфинальная сборная, а вот, Лиза, вот, честно говоря, вот перед вами ваши соперники. Вы с ними играли, вы как капитан, я думаю, вы их знаете. А вот кому бы вы отдали вот подарок от меня? У меня свое, конечно, мнение, потому что мне нравятся все. Прошу вас, Лиза. Таисия. Она хоть и первая вышла из всей команды, которая могла еще играть, но она сыграла великолепно в свои два раза, когда подходила к Томбе. Таисия, ну, справедливая, Елизавета. И снова, и снова тот же постулат у нас подтверждается. Нужно драться против любого соперника, против любых обстоятельств жизненных, против, ну, когда совсем уже не выкрутка, но нужно упираться. Нужно воевать, нужно стоять до конца, и будет вам счастье. Ну, а для тех, кто смотрит нас, напоминаю, наш главный девиз. Мы смотрим пятерку, смотрим. Смотрим пятерку, получаем десятки, играем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ